МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Футбол, грандбол, хоккей. Итоги спортивного уикенда. Здоровье и спорт всегда рядом. Гимнастические этюды профессионалов и любителя. Силовые тренинги – это усредненный вариант для всех. Power in motion. Формируем фигуру в рубрике «Тренировочный день». Вашему вниманию очередной выпуск программы «Спорт М», программы о спорте Могилевской области. Всем здравствуйте. Начинаем с Могилевского стадиона «Спорта», где футболисты Днепра пытаются сделать еще один шаг на пути к высшей лиге. Этот шаг получился робким, неуверенным. Терещенко по-прежнему в лазарете. Сазанков только после травмы и начинал игру со Смолевичами в запасе. А без них у Днепра эффективность в атаке снижается. А здесь еще и надежная оборона дала сбой. 16-я минута. Пропущенный гол Днепровцев особо не смутил. Вперед не бросились, соперника не напрягали. А соперник ждал своего шанса и снова его дождался в начале второго тайма. Днепр меняет схему, переходит на игру в два форварда. Вышедший на замену Сазанков игру обострил, но забить не получилось. 0-2. Занавес. Смолевичи уезжают из Могилева со счетом, а Днепр опускается на третье место. Все не получилось. Первый тайм абсолютно не получился. Второй тайм уже тяжелее было скрывать оборону. Играли по счету Смолевич. В принципе, ничего мы не создали. Заслуженная победа Смолевич, ничего ему сказать. Сейчас главное забыть это поражение. Ну естественно, сейчас у нас в городе игра на разы шестичей. Там уже нельзя так играть. Не первый тайм, не второй тайм. Это более агрессивно, более... Все-таки дома играем, так нельзя играть. Без труда. Не вылыши рыбку из труда. Мы серьезно просто готовились и очень хотели сегодня победить. Спасибо. Удачи, Таркат Могилев. На другом Могилевском стадионе с Дюшор 7 грянула сенсация. В женском областном дерби Бобручанка обыграла надежду. Но об этом позже. Просто есть желание отметить атмосферу на трибунах. Такую душевную, домашнюю что ли. На СДюшор приходят семьями. Здесь комфортно. Ну и об игре. Бобручанка, которая на медали не претендует, приехала дать бой более искушенным могилевчанкам. Будем стараться показать красивый атакующий футбол. А как уже получится, это уже другое дело. У Бобручанки получилось. Атаковали редко, но метко. Две вылазки к воротам надежды завершились взять семь ворот. Хозяйки поля тоже забили дважды, но с нарушениями. В итоге 0-2. В областном дерби побеждает Бобруйск. Вопреки проблемам. А у нас получилось, что 8 человек ушло, а как бы пополнения нет. И мы в собственном соку варимся. Но в основном это, конечно, из-за финансовых проблем. А у надежды проблемы игрового плана. В двух последних матчах ноль голов. Однако медальные перспективы могилевчанок по-прежнему прозрачны. Бронза ни больше, ни меньше. А сейчас о хоккее. В Витебске завершился предсезонный турнир на призы предприятия «Витязь». В нем принял участие хоккейный клуб «Могилев» и бедным родственникам не был. В каждом матче давал соперникам бой. Да, сначала уступили Витебску 0-4, но игру наши показали неплохую. Только с реализацией не получилось. То же самое можно сказать и о поединке с новополоским «Химиком СКА», в котором могилевчане уступили 1-3. А вот в заключительной игре против Смоленского Славутища наших, наконец, прорвало. Могилевчане 5 раз поразили ворота. Пропустили 3 и с одной победой в активе заняли итоговое 3-е место. Главком Могилева Михаил Климин результатом оказался недоволен, зато удовлетворен самой игрой. Работа продолжается. Давай! Все вместе! Гонболисты-мошетки накануне нового сезона провели первый домашний спарринг. Причем международный. В гости к подопечным Казимира Котлинского пожаловал Зен Таузас из Запорожья. Фармклуб мощного и титулованного мотора. Если вкратце, игра выдалась непростой. И это не преувеличение. Игроки выкладывались на все 100, тренеры не скупились на эмоции. Переживали. Перед самым перерывом могилевчане завладели инициативой и повели в счете плюс 4. Во второй половине встречи хозяева долгое время удерживали добытое ранее комфортное преимущество. Но буквально в последние минуты противостояния украинцы сумели переломить ход матча и едва не вырвали победу. В итоге 26-26. Ничья, которая оставляет небольшой осадок, но тем не менее внушает оптимизм накануне первых официальных игр. Матч удался. Спарринг прошел удачно. Самое главное, чтобы в спарринге была дружба. Хотя я считаю, что те 2-3 ситуации, которые мы не использовали, на нашу пользу можно было, конечно, закончить результатом. Плюс 1, плюс 2 в нашей стране. Запорожские гонболисты матчем в Могилеве завершили белорусское турне. За 5 дней они провели 7 матчей. Сбором остались довольны, как и уровнем оппонентов. Было бы здорово, если бы объединился этот чемпионат украинский и белорусский. Но это из рода фантастики. Тогда бы уровень гонболистов двух стран сразу же вырос. Вопрос с тренерским потенциалом в детском спорте по-прежнему остро стоит в Могилевской области. На сегодня самыми разными видами спорта на Могилевщине занимается более 23 тысяч человек. Ребята идут в спорт и с большим удовольствием. Подтверждение тому – пополнение спортивной кружковой секции в каждый новый набор. Ежегодно эта цифра примерно одинакова. В среднем около 1200 ребят. Для такого количества юных спортсменов тренеров достаточно. Проблема в квалификации тренерского состава. Она недостаточно, считают, в областном управлении спорта и туризма. Над этим и надо работать. Различного рода курсы и практикумы для спортивных наставников станут обязательными. По самому количественному составу практически проблем нет. Вот именно по повышению категорийности, по повышению профессионального мастерства наша основная задача за ближайшие год-два значительно улучшить этот аспект. Любите ли вы гимнастику так, как люблю и я? Что говорите? А? Не слышу. Ну а вот эти ребята ее любят, сильно любят. Посмотрите, какие красавцы. Ну, я занимаюсь на батуте четыре года. И когда я был маленьким, меня папа отправил сюда. Думал, что хороший спорт. Я стала очень гибкой. А ты можешь так вот ногу поднять вот так вот? Могу, да. Вообще любишь гимнастику прыгать? А почему любишь? Ну, там всякие элементы, типа, сложные. Кажется, что ты, типа, лучше всех. Вот настоящий наш будущий профессионал, будущее Татьяна Петрене, возможно. Или как тебе, Ира, по фамилии? Минченко. Ира Минченко. Запомните это имя и фамилия Ирина. Наша будущая спортивная гордость. Конечно, да. Это очень трудно. И очень силы надо много. Расскажи, а травмы бывают? Да. Травм много. Серьезных. Ну, и частенько. Ну, а вообще гимнастика – это несложно. Но что здесь такого? Смотрите и учитесь. Как написано на растяжке в дворце гимнастики, мы это накереваном спортсменам прыгожие, перемоги. На первых. Сила, ловкость, мужество, миграция. Здоровье и спорт всегда рядом. Неплохо так, да? Как говорится в одной небезызвестной передаче, а вам слабо, присылайте ваши ответы на пейджер программы «Спорт М». Шутка. Ну да ладно. А теперь передаю физкульт эстафету нашей очаровательной Виктории. Сила в движении. Power Emotion. Именно под таким девизом пройдет наш тренировочный день сегодня. Оставайтесь с нами, и вы откроете в себе такие физические возможности, о которых даже не представляли. Вообще силовые тренинги – это очень яркий и динамичный вариант тренажерного зала. Но в тренажерном зале это более субъективно, то есть каждому человеку инструктор подходит субъективно. А в данном зале силовые тренинги – это усредненный вариант для всех. Power In Motion – силовой тренинг для тех, кто хочет сформировать красивую фигуру. Причем во время таких занятий зоны воздействия можно менять. И вот этот шажочек мы с тобой держим. А теперь фиксируем локоть. Фиксируем, не останавливая ножки. Это вот мы гоняемся, я говорю, идем. И начинаем медленное вращение. Небольшое. От груди до бедер. А зачем нам гантыри? Небольшие гантырики, обычно которые до килограмма веса, помогают нам, ну, как бы так грамотнее сказать, выжигать подкожные наши отложения, я говорю, и приводить себя, не наращивая мышечные ткани в тонус и в определенную подкачанную форму. Главное, не пересекая руки, да, а чтобы они были рядом. И теперь начинаю, я говорю, вращение. Вращай, да? Я говорю, только единственное, что вращать мы будем на прыжках. Готовы? Медленно. Пошли. Раз. Вращение. Еще одно правило. Во время тренировки никогда не останавливайтесь. Постоянно маршируйте, чтобы не сбивалось дыхание. 50 минут такой тренировки, и чувствуешь, как вот с кемотема двигается безудачная энергия. Действительно, сила движения. Все лето мы рассказывали и показывали вам, как сохранить себя в форме и оставаться на волне позитива. Занимайтесь фитнесом. Занимайтесь фитнесом, совершенствуйтесь. И главное, не останавливайтесь. Ведь все, что вы делаете, зависит только от вас. Кстати, если заметили, Виктория за это лето значительно улучшила свои физические кондиции, держите и вы себя в форме. Всех с новым учебным годом. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова